Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология» В студии я, практикующая семейный психолог Надежда Бушмилева Также журналист Светлана Удельна Света, здравствуйте Здравствуйте Ну а сегодня у нас в программе гость Это практикующий психолог-преподаватель Олеся Чучалова Здравствуй Здравствуйте Тема у нас интересная и увлекательная Психосоматика Психо – это всё, что связано с душой, с эмоциональными переживаниями Сомос – это всё, что связано с нашим телом Возможно ли такое, что человек может заболеть от своих душевных переживаний? Да, возможно И этим сейчас занимаются и изучают, исследуют два направления Это медицина и психология Ну, Света, было ли в вашей жизни что-то подобное? Я на самом деле совсем недавно задумалась, что это действительно взаимосвязано Когда у тебя душевные переживания Неизбежно это скажется на твоём физическом состоянии Мало того, когда у меня какой-то ответственный момент Мне нужно, ну, предположим, выходить на сцену и выступать с каким-то докладом То обязательно у меня перед этим сильно начинает болеть живот Причём вы уже к этому даже готовы, можно сказать, психологически Да, я уже думаю, о, так, всё, всё как должно быть Потому что это происходит всегда Ну и вот сейчас, предположим, уже несколько недель Наверное, слышно по моему голосу то, что я простужена И у меня не получается никак вылечиться Я понимаю, что, наверное, это от того, что может быть усталость Может быть от того, что определённые переживания Которые не могу как-то с ними справиться И абсолютно прихожу к выводу, что, наверное, это взаимосвязано Да, действительно, это так Да, и все слышали фразу, что все болезни от нервов И я прихожу к выводу, что, наверное, это действительно так И когда воспоминаешь себя, что всё, когда было хорошо Так ты и чувствовал себя отлично А здесь получается, что внутреннее, оно сказывается на твоём внешнем Действительно так Давайте попробуем сейчас более подробно об этом узнать Олеся, что такое психосоматика? Каким образом мы её вообще можем применять в нашей жизни? Ну, вообще следует сказать о том, что психосоматика изучает Влияние психики на сам процесс возникновения болезни И методы нелекарственных лечения болезней Через воздействие с уровня мыслей и чувств Вот об этом говорит психосоматика И основным аспектом является исследование характера наших убеждений Нашего мировоззрения, того, что мы проживаем, то, что мы чувствуем И как мы вообще реагируем на мир В обществе вообще принято делить болезни на душевные и физические Однако болезни имеют так-то вообще Все болезни имеют душевную предпосылку И вот именно как раз об этом и говорит наука психосоматика Что в основе лежат, я уже повторяюсь, да В основе лежат наши мысли, наши чувства, наши убеждения И то, как мы проживаем различные ситуации То, как мы еще реагируем на различные ситуации Потому что наша реакция тоже очень важна Хорошо, вот в психологии выделяют 8 источников психологических заболеваний Можно поподробнее рассказать об этом? Во-первых, мы с вами знаем, что официальная медицина признает только 8 таких болезней Которые считают, что да, там есть основа психосоматики Но психологи уже, да, психофизиологи говорят, что на самом деле это не так Не 8 болезней, это действительно, они изучены, доказаны, обоснованы, да Что там причиной является психологическая составляющая подоплека, да Но сейчас более подробно о этих самых источниках Да, на самом деле вот эти источники психосоматических заболеваний Это источники, которые неким образом отражают, да, все-таки вот эти вот конфликты И мы говорим в первую очередь все-таки о конфликтах, которые внутренне переходят во внешне И первый источник это внутренний конфликт, конфликт между должен и хочу Это конфликт частей, когда одна часть говорит, например, я хочу покушать, чтобы там утешить себя Чтобы с этим что-то сделать, да А вторая часть начинает, тебя кричает, ну что ты же поешь там И что-то вот, и лишний килограмм, и все, оно отрастет И получается, что эмоционально ты себя удовлетворил А физически вроде как бы, да, ты уже получается формируешь набор лишнего веса Да, или чувство вины Да, или чувство вины по поводу того, что в общем-то как бы, ну И так изо дня в день, да, и в итоге не за горами то самое заболевание, которое может возникнуть Ну да Это причем на всех уровнях, да, внутренний конфликт, это один из таких пусковых механизмов, да, любого из заболеваний Следующим источником называется условная выгода или мотивация И на самом деле это серьезная причина, потому что болезнь несет условную выгоду для человека И, например, избавление от мигрени, которое может открыть человеку глаза, да, на то, что происходит вообще в его жизни Человек должен будет, избавившись от мигрени, должен будет развернуться к этому и сказать, что да, это есть в моей жизни Мне что-то нужно с этим решать Бывают мигрени, и я абсолютно не знаю, как с ними бороться, там не то, что глаза не открываются Ты с постели-то встать не можешь Все правильно И тут надо спросить сразу же, какая у тебя вторичная выгода Какая? Какая? А вот давайте будем разбираться Какая тут может быть выгода от мигрени, какая может быть выгода? Может быть, тебе удобно в этой позиции, понимаешь, да Вот я сейчас тебе приведу пример Не буду называть имя известной очень спортсменки Она говорила, бойтесь своих желаний, да, потому что она, когда постоянно регулярно я занимаюсь спортом, тренировки, соревнования, еще что-то И я, говорит, однажды себе говорю, боже, как мне хочется полежать в постели Она говорит, я ломаю себе хребет, да, и лежу три месяца в постели и операции делаю, понимаешь, да То есть она говорит, вот даже на уровне вот такого, понимаешь, да, отслеживать нужно, какая вторичная выгода А надо было, говорит, сказать просто, я хочу просто отдохнуть, знаешь, а не полежать в постели, да Это что, мысли наши материальные, это вот про это? Не только про это, а про то, что когда, например, ты не можешь встать с постели и лежишь, да Это значит, тебя уже просто организм укладывает вот в эту самую постель Потому что ты, смотри, например, уже в течение месяца по три часа спишь Я не все мои тайны раскрыла Ты постоянно работаешь, я тебе сколько сюда, ты как ни придешь, я как ни приду, ты все время здесь работаешь, допоздна уходишь То есть организм уже говорит, все, милая, давай вот сейчас у нас с тобой мигрень, да Да, и ты не сможешь ни о чем думать, никак взаимодействовать Ты исключительно только страдаешь от этой головной боли Никуда смотреть, ты просто будешь лежать и мучиться от того, что имеешь на данный момент Это когда тебе твой организм говорит тук-тук, все, подумай о своем поведении Подумай о своем поведении, да, да, да Договорись со мной, организм говорит Следующий какой источник? Следующий источник это эффект внушения другим человеком Вот это вообще на самом деле такая серьезная вещь для нас, как в первую очередь для родителей Милые родители, прошу вас, думайте о том, что вы говорите То есть, например, своим деткам, да, если вот ребенку говорить Ты бездарный, ты глупый, ты тупой, да Вот очень часто, когда ребенок с чем-то не справляется, мы можем эмоционировать вот таким не очень приятным для ребенка образом И действительно, когда из раза в раз эта ситуация повторяется, мы так об этом говорим Ребенок просто начинает это транслировать У него почему-то прекращает работать память в том объеме, в котором нужно Он замыкается, он становится вот этим вот неадекватным ребенком, да, в социуме Который не знает, милый, куда ему приткнуться А все потому, что ему в начальной школе, когда он сидел и не мог написать эти буквы Вспомните себя, ведь как это сложно, да Весь этот процесс, формировать этот навык, это просто вообще огромная работа А в это время мама истерила А в это время мама истерит, потому что, по большому счету, то, что можно маме сделать за 5 минут, милый ребенок-то делает полдня Ему вот кроме как вот так вот, ему по-другому не надо А мама стоит, ну что ты такой бестолковый, ну почему ты так с этим долго справляешься И еще какие-то, да Я наблюдала такую вот картину буквально несколько дней назад Вот правда, когда мама истерит, срывается на своего ребенка Мало того, вот еще там не совсем красивые слова ему говорят А ребенок просто не понимает, почему так происходит А посмотрите в поликлиниках, что происходит Посмотрите, что происходит в поликлиниках Мама кричит, ну что ты орешь, посмотри, какой ты невоспитанный И потом это чудо вырастает, который не понимает Да, сегодня в свои там в 3-5 лет у него много каких еще процессов не сформировано А он вырастает, и почему он не понимает, почему он такой неряшливый Почему он такой невоспитанный, он просто этого не понимает Но вот мамы, да, мы очень много делаем ошибок, как родители, да Учитесь разговаривать и находить нужные слова, чтобы мы в детях не воспитывали вот эти вот комплексы Не закладывали вот эти источники для психосоматики Да, и не закладывали источники для психосоматики Еще интересный момент здесь есть Если говорить постоянно о том, что, например, там У бабушки болели ноги, у меня болят ноги И у тебя точно будут болеть ноги Да, вот этот вот момент Опять-таки программирование Программирование, да, семейное программирование Да, идентификация с родственниками, там, с собой, с бабушками Вот, или, да, эту же тему лишнего веса возьмем Там, там, я была толстая, там, ну, я всегда толстая, там, тетушки всю жизнь толстая, бабушка, там, да То есть вот это вот тема Ребенок уже понимает И ребенок понимает, что он по-другому-то не может Вот он такой, потому что мама такая Мне кажется, это еще не совсем страшно Страшно, когда кто-то один из родителей говорит А вот твой, предположим, отец А тебя ничего не справит, таким же будешь Да, да, да То есть это то, что формирует нашу картину мира По большому счету, пока мы находимся в возрасте вот до 7 лет И не можем ничего сами выстроить без помощи окружающего нас мира Мы доверяем ему уже заранее, да То есть мы полностью принимаем за веру все те слова, которые сказаны людьми из ближнего нашего круга, да И вот именно они иногда, правда, закладывают, да, вот эти источники психосоматики Ну, еще, наверное, хотелось бы, да, сказать про травмы периода детства, да Это когда, как, ты сейчас о каком источнике дальше идешь, да? Мы про элементы органической речи, да, сейчас рассказали Про идентификацию, в принципе, я сейчас тоже заикнулась И самонаказание есть еще О, да Есть еще интересный, да, источник, это источник самонаказания называется То есть если самонаказание, оно вообще всегда связано с чувством вины И если есть вина, то я обязательно должен себя наказать Я себя чувствую сегодня вашим пациентом, потому что все, что говорите про меня А вот мы очень хотели, чтобы я как раз поучаствовала в нашей программе, да? Да, 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 потому что так и задумано было Вот, и еще есть один источник, на самом деле тоже достаточно важный и серьезный Это источник, который звучит следующим образом Болезненный травматический опыт прошлого Это то, что относится к посттравматическим переживаниям К нашим детским травмам К каким-то событиям, которые мы увидели в жизни там, да И перенесли это как болезненное событие То есть это будь то война, будь то катастрофы, будь то взрывы Кто-то очень воспринимает болезни на то, что мы видим на экране телевизора И все эти авиакатастрофы, да И у людей на самом деле формируются серьезные фобии Да, вы знаете, вот такое состояние может быть не обязательно того, что ты военные действия увидела что-то Или такое прям серьезное Иногда и личные какие-то такие ситуации могут быть такой сильной внутренней трагедией Что здесь и взрывов не надо видеть и слышать Да, 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 на самом деле вот эти все и физические, и эмоциональные, и психические насилия Они имеют место быть в жизни человека Очень часто дети проживают, да, какие-то ситуации в семье И у ребенка нет другого выхода, кроме как заболеть Чтобы спасти семейную ситуацию, да Семейную систему иногда даже, да Семейную систему иногда от развода, иногда от разрушения А вот, кстати, я тоже так делала, что мама с папой не ругались Да, конечно, это же очень удобно Ты прямо отслеживаешь, когда приходят клиенты в предразводном состоянии Да, и первую фразу, которую они говорят Мы приняли решение разводиться, и дети начали болеть там, да И мы решили это пока отложить, понимаешь, да То есть вот даже на таком уровне, да, дети это тонко чувствуют И они пытаются спасти свою семейную систему Потому что дети находятся в поле родителей И если брать, да, вот этот гипальный комплекс Когда, да, девочка уходит в папину, сферу мальчик уходит в мамину Сферу, как правило, это происходит, да, от 3 до 6 лет в этот период И очень часто проявляются те заболевания, о которых даже думать не думали Предполагать не предполагали И ребенок встает на защиту семьи Чтобы мама не ругала папы Причем он сам-то не осознает Нет, дети не осознают это, конечно Ну, мы с вами разобрались с этими источниками А когда уже болезнь начинается? Ну, болезнь начинается в тот момент, когда физическое и эмоциональное Наше состояние достигло своего предела Когда просто понимаешь, что все Вот ты утром встал Внутренних ресурсов не хватает Внутренних ресурсов не хватает И утром ты встал и понимаешь, что ты не то, чтобы руку, ногу поднять не можешь А ты все тело уже не можешь поднять от кровати То есть вот в этот период нужно, ну, прямо очень-очень к себе прислушиваться И вот в первый ближайший выходной, да, делать вот эту возможность И давать телу отдыхать Для кого-то это сон Для кого-то это прогулка Для кого-то это общение Потому что есть целый комплекс заболеваний Которые, например, связаны на уровне одиночества То есть ты постоянно на работе И при этом в глубоком одиночестве себя чувствуешь Да Почему некоторые говорят Вот к родителям в дом вернулся, да, как-то подпитался, да Совсем по-другому начал, например, там, да Если родители далеко там, да Или, например, с друзьями пообщался И уже как будто бы совсем другие ощущения Совсем другие эмоции пережил Хорошо Но если болезнь, то есть это уже и лечить нужно То есть это получается, что не только к родителям домой сходил, погулял, поспал Обязательно, к медикам обязательно И уже поправился Если мы говорим о каких-то уже проявленных Тяжёлых формах заболевания, да С которыми ты Ну ты же не можешь с температурой справиться без её снижения, правильно? Но тем не менее, если ты не будешь её понижать, да Никак с ней взаимодействовать, то Но здесь опять тоже нужно То есть делать вид, закрывать, что температура сама по себе А я сама по себе А я её уже не чувствую Да, да, да И я пойду работать дальше Это, конечно, ну, нечестно Это по отношению хотя бы к своему телу, да Которое тебе дорого, правда? Ну а как здесь действительно Вот поймать этот момент И осознать, что у тебя это происходит от твоего психологического состояния Не пить всякие порошки, которые ты в аптеке купил для того, чтобы сбить температуру А немножечко по-другому подойти к своей проблеме Ну, во-первых, всегда, да Так, у меня первое медицинское образование Говорят, что так Как только высокая температура Это для тебя должен быть признак того, что всё Тело просит отдыха То есть почему все так говорят Температура – постельный режим Понимаешь, да? Это не просто кто-то там придумал доктора Айболит Что вот пусть они тут все лежат Да, потому что, ну, это один из признаков того, что это ты переступил определенную грань Да, которая Или у тебя до такой степени снижен иммунитет Что ты подбираешь вот уже вот всё Там вирусы, бактерии, всё Понимаешь, да И на этом фоне температуришь, да Или вот иногда на психоэмоциональном уровне Например, ты внутренне чему-то так сильно сопротивляешься Что у тебя поднимается температура Вот по теме температуры, да Например, в детской психосоматике говорится о том Что как только родители начинают друг с другом разговаривать на повышенных тонах Или постоянно выяснять отношения Дети что делают? Они начинают температурить Потому что они тем самым помогают Они как будто проживают вот это вот постоянные вот эти ссоры Через сжигание, через вот эту высокую температуру Выгорание Вот этих проблем в семье, которые есть, понимаешь? И, как правило, такая температура Как раз родители могут справляться не медикаментозными какими-то средствами Обтираниями, вниманием, заботой Но есть обратная сторона Лишь бы ребёнок не взял это за правило Потому что дитё когда болеет Мы что делаем? Мы его окутываем всем своим присутствием Мы ему даём позволение Не ходи, дорогой, в школу Не ходи в садик, в школу То есть заниматься тем, что он хочет И вдруг он понимает, что это счастье И это счастье, и этим можно пользоваться И при любом случае, когда мама вдруг становится в дефиците Мама там в командировке или ещё куда-то всё время на работу идёт То он говорит, так, я теперь знаю, где крючок Я ухожу в болезни, поэтому мама опять рядом вокруг меня прыгает Меня опять любит, меня опять... Так вот вы, специалисты, вы можете сказать, что действительно все заболевания, они от нервов? Да Я тоже согласна с этой позицией Я тоже согласна Даже мы сейчас будем разговаривать В процессе мы с вами разберём Почему, например, некоторые люди страдают аллергией Почему некоторые люди болеют онкологией Почему болеем ОРЗ и всем остальным тоже Да, но это всё в процессе А вот пока, наверное, я хотела бы уделить внимание ещё такому направлению, как заболевания, которые передаются наследственным путём Да, вот что это такое? Ну, вообще, заболевания, которые передаются через наследственность, это всё-таки тема перинатальных психологов И так как эта тема очень новая, к ней относятся с осторожностью, но на самом деле это имеет место быть, и об этом сегодня говорят Я так очень аккуратно, очень деликатно, потому что сколько людей, столько и мнений Но я всё-таки заикнусь об этом, раз вопрос возник Наследственная болезнь говорит о том, что ребёнок выбрал образ мыслей и жизнь того родителя Который является носителем или источником данной болезни То есть говорят, что вроде бы нет генов, которые передаются Например, нет гена ожирения Говорят о том, что нет гена, который имеет какие-то тяжёлые формы физических заболеваний Я без медицинского образования, поэтому мне сложнее Но тем не менее, сегодня такая теория существует, что ребёнок выбирает вот этот образ мысли, образ поведения того родителя Чтобы всё-таки как-то родитель посмотрел в это, всё-таки уже развернулся и сказал, что да, это про меня Если ребёнок такой родился, родители, это в любом случае поворот семьи в то, чтобы кому-то компенсировать вот это вот на сплочение семьи Чтобы люди научились чувствовать, говорить о том, что им важно, дорого И как правило, смотрите, бывает такая ситуация, что молодая пара создаёт семью И что происходит? Происходит отделение от родителей И вот это на самом деле очень болезненно для родителей, для молодой семьи это, как правило, норма У них всё хорошо, у них сейчас семья, у них счастье Но для взрослых-то родителей, для них это, в общем-то, получается травма Что ребёнок ушёл и он отвернулся И вот иногда бывает такое, что сталкиваемся, да, с тем, что появился малыш, которых называют сегодня особенными И что происходит в системе? Система сплочается То есть бабушки, дедушки возвращаются обратно, да? Да, они включаются на поддержку, они включаются в заботу, они включаются в помощь, чтобы помогать молодым родителям с этим справиться И у молодой пары не остаётся других вариантов, кроме как принимать это, потому что они сами не справляются У них ещё нет такого опыта, да, и для них это тяжело И для них это тяжело В любом случае, если ребёнок родился особенный, это уже сложно Ну вот, мы с вами пришли к выводу, что у меня психосоматика, да? Чем мне может помочь психолог? Вот вообще, когда человек всё-таки понимает, что у него всё от нервов И осознаёт, что нужно пойти к психологу, чем в данном случае вот как раз этот специалист может помочь Вот смотри ещё, да, Света, чтобы нашим слушателям было понятно Чаще всего про психосоматику начинают даже говорить врачи, когда, во-первых, провели все исследования Понимаешь, да? Когда уже человека пролечили, а заболевание, тем не менее, остаётся, да? И вот тогда врач говорит, может, вы на консультацию к психологу сходите, да? И вот эти когда вот как раз отправляют к психологу, вы приходите, например, к Олесе, да? Но не обязательно ждать это от своего терапевта Не обязательно, да Потому что он может это и не сказать Да, потому что современным терапевтам только-только об этом направлении начали рассказывать Вообще читать лекции Читать лекции начали только-только Поэтому я думаю, что о молодых специалистах в поликлиниках, согласитесь, не так-то и много То есть я с уважением отношусь к опыту тех людей, которые годами проработали Но тем не менее, об этих моментах они просто могут вам не рассказать Хотя многие знают Они просто могут не рассказать, потому что есть понятие, что есть медицинская терапия и всё Да, если сказано в нашей стране ангину лечить антибиотиками и то-то-то-то То всё остальное будет считаться просто забредом, да? Когда мы будем говорить, что ангина – это тоже психосоматическое заболевание, да? Конечно Ну что, чем психолог может помочь Светлане? Ну, когда человек болеет, он себя на самом деле начинает чувствовать в первую очередь плохо на физическом уровне Но на уровне тела возникают такие симптомы, как боль, дискомфорт, жжение, раздражение И нужно разбираться не только в духовных, но и в психологических причинах, да? То есть их несколько функций, вот этих, в которых нужно разбираться И чтобы себе помочь, нужно ответить на несколько вопросов То есть первый вопрос, который всегда задаётся, когда приходит клиент на индивидуальную терапию Всегда задаётся вопрос, ну, с темой психосоматики, да? Как давно вы живёте с этим симптомом? Да? Какой промежуток времени он у вас уже есть как сопровождение в жизни, да? Вы давно живёте с мигренью, Светлана? Много лет уже Много лет, да Началось это в какой период, да? В какой период времени началась ваша мигрень? В подростковом период В подростковом, да Что вы тогда проживали? Сколько вам было тогда лет? Вот эти вот вопросы, они задаются И человек потихонечку-потихонечку, делая регресс в свою жизнь Он начинает вспоминать, да, какие-то события То есть наша же основная задача найти корневую проблему, да? То есть чтобы это уже как-то вышло на поверхность И мы с этим повзаимодействовали То есть убираем базовую травму Естественно, происходит трансформация на уровне того, что мы имеем на данный момент В настоящий момент Ну вот, как диагноз, там, да, мигрень, например, как симптом Следующий момент Мы просим, чтобы клиент охарактеризовал, как он живёт с этой мигренью Вот, Света, какая у вас мигрень? То есть охарактеризуйте её как-то Это так сильно болит голова, что ты лежишь в кровати и не можешь стоять И даже глаза не можешь открыть И это, ну, это правда очень больно Вот, это действительно очень некомфортно И тебе не помогают никакие лекарства Вот эти вот обезболивающие, которые, в принципе, все говорят Да вот съешь эту таблеточку, у тебя сейчас всё пройдёт Ничего не проходит Каким образом ты научилась жить с этим заболеванием? Я стараюсь как можно меньше нервничать То есть ты уже соотнесла, да, вот, что у тебя, наверное, понервничала, да После этого начинается уже головная боль Да, я стараюсь, ну, не доводить тебя вот именно до истерик Я стараюсь никогда не плакать Потому что это сто процентов придёт к тому, что на следующий день я не встану Это сто процентов И, ну, вот, таблетки тут не помогают Если уже случилось, то ты просто лежишь и всё И, ну, ничего тебе не поможет И говоришь себе, это надо просто пережить Ну, да, как-то так Ну, на самом деле, да, появляются некоторые всё равно и напряжения телесные И некоторые, да, когда вот вопросы задаются Появляются внутренние картинки, о которых хотелось бы говорить, конечно, не в прямом эфире Правда, Свет? Нет Вот, но есть те моменты, да, на которые мы действительно реагируем И только вот с помощью вопросов, да, как эта болезнь для вас звучит, да А что вы по этому поводу думаете? А что вы думали тогда, когда эта болезнь возникла, да? То есть мы уходим на причинно-следственную работу с этой темой И смотрим вообще, а что дало вам вот эту возможность Вообще, для чего эта болезнь в вашей жизни появилась? То есть, по большому счёту, когда мы заболеваем Не нужно задавать себе вопрос, зачем? Что я сделала плохого, что вот это со мной случилось? Вот это вообще неправильный вопрос Вообще неправильный вопрос, потому что он не работает Нужно задать себе вопрос, для чего мне эта болезнь? Да, и когда мы начинаем с этой позиции смотреть на болезнь Мы задаём себе вопросы, да, какая она, что она значит Что она мне даёт Если бы я позволил себе реализовывать, да Если бы я себе позволил жить без этой мигрезни Что бы я имел в этой жизни, да То есть какие-то моменты, имеющие отношение уже к нашему предназначению К нашей миссии То есть болезнь – это же что? Это стоп на определённый период нашей жизни Например, на день-два На день-два Или же там на года У кого как это получается, да? А ведь правда многие говорят А что я такое неправильное сделала? За что мне вот это вот мне далось? Это начинается такое самобичевание Ты сам себя начинаешь наказывать Да, то есть ты опять начинаешь Помнишь про источники, про которые мы говорили, да? Да, 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 и вот эти источники, да Один из них Как раз ты начинаешь болеть ещё сильнее и сильнее Не нужно себе Вот я пришла тоже к выводу Я тоже люблю самобичеванием позаниматься Поругать себя, какая я плохая и нехорошая В коем случае этого нельзя делать Да, я уже пришла к такому выводу Что нужно себя принимать Так, это уже хорошо Это первый шаг к исцелению на самом деле И вот я всем слушателям хочу сказать Кто может быть как-то сейчас во мне находит себя Давайте мы с вами осознаем Что мы с вами изначально хорошие люди Вот изначально мы хорошие люди И мы ни в чём не виноваты А я хочу к этому добавить Что на самом деле каждый человек уникален И нет шаблона ни Светы, ни Надежды, ни меня Таких людей просто вот Я такой, какой я есть И основная беда, ну по большому счёту Да, сегодняшних там детей, подростков Которые, я тоже думаю, что смотрят Да, мне хочется для них сейчас сказать Что ты такой, какой ты есть И другого такого не будет Ты принимай себя таким, какой ты есть С твоими раздражениями С твоей гневливостью С твоей агрессией С тем, что ты не понимаешь этот мир С тем, что мир к тебе несправедлив Но ты позволь себе проживать эти чувства Эти эмоции И не загоняй это в тело Да, чтобы потом это не выползло На уровне, например, каких-либо заболеваний Вчера такую фразу услышала Не воспроизведу сейчас дословно Но смысл такой, что Ну вот и до нас были беды И радости были И после нас они же будут И радости будут, и беды будут Поэтому мы пришли, мы ушли А в мире все, как происходило Так и будет происходить И ты тут ничего не можешь с этим поделать Поэтому у тебя есть два выбора Каждое утро Или наслаждаться, или страдать Выбирай то, что тебе ближе Понимаешь? Ну вот, мы немножко поговорили о том Как психолог может помочь человеку У которого есть психосоматика Давайте сейчас, Олеся, более подробно Наверное, прямо пробежимся по заболеваниям Например, говорят, что статистика такова Что чуть ли не каждый второй житель планеты Страдает тем или иным видом аллергии Вообще, что такое аллергия С точки зрения психосоматики? Ну вообще, считается, что Если человек страдает от аллергии Значит, в его жизни повторяется Некоторая ситуация Которая привлекает или отталкивает Его одновременно Возможно, даже есть человек К которому появляется неприязнь На уровне, да, личностном? На уровне личностном, да Но в то же время Хочется одобрения со стороны данного человека Бывает такое, да? И тут начинаешь чесаться И тут прямо начинает появляться Вот та самая крапивница, да Которой говорят Что, да, вот ни на что же Никогда же не было Вот они всю жизнь ели эти апельсины А вот сегодня не жить, не быть А тут надо посмотреть на ситуацию Что произошло, да Когда ты ел этот апельсин И кто был рядом То есть не в апельсинах иногда бывает дело Понимаешь, да? Кто явился катализатором Да, того состояния С которым ты сейчас сталкиваешься Очень часто Это бывают неоправданные ожидания От тех людей Которых ты действительно любишь И которые любят тебя Как правило, это тема детско-родительских отношений Это, кстати, вазомоторный ренит Да, то есть это когда, знаешь, закладывают Говорят, ой, у него аллергический насморк Да, постоянно Да, вот это как раз взаимодействие Детско-родительских Да, это когда У взрослого уже человека, может быть Да, вот он всё лечит Лечит себя, лечит А тем не менее При любом случае Сразу же набухает Слизистая оболочка носа Да, и ему приходится Сосудосуживающие капельки капать Потому что он не может Иначе жить, дышать И разговаривать спокойно Ну, если взять, например, тему взаимодействия с домашними животными Да, это тоже такой процесс индивидуальный У каждого ребёнка, у каждого малыша Но, как правило, с этим сталкиваются кто? Мамы, у которых у самих были процессы аллергии И малыш уже таким рождается То есть почему так происходит? Это ты про аллергию на кошек и собак, например, да? Ну да, про аллергию вообще на домашних животных Потому что сегодня их уже очень много стало Ну да, уже Ну, вот про уже не слышала Все, что имеет отношение, конечно, к шерсти Это всё-таки, да Смотрите, что поднимается Понимается вообще под темой кошки, собаки То есть, да, что мы делаем? Мы дарим тепло, заботу, ласку И ребёнок, имеющий аллергическую реакцию Он этого не получает от окружения И тут у него что происходит? У него происходит запрет На взаимодействие и на тактильное получение Вот этого вот важного для каждого качества Да Почему дети, да Почему дети любят ещё и спать с мягкими игрушками? То есть они замещают Да, и как правило у деток страдающих аллергией Отнимаются и мягкие игрушки тоже То есть вот в этой ситуации Как мы можем помочь ребёнку? Вот смотри, когда момент Мама была с этим Потом родился малыш У которого есть это То есть тут мы с малышом не работаем Тут работаем с мамой Тут мы работаем обязательно с мамой Почему? Потому что, скорее всего, в маминой жизни Была какая-то нехватка вот этой вот заботы Ласки, тепла и любви Я предположу, что со стороны, конечно, мамы Но так как у нас родителей двое Да, и папа, и мама То, конечно, мы говорим о паре Что нехватка была родительской любви Но всё-таки всё, что мы получаем На уровне ощущений младенческом Это всё-таки связано с тем человеком Который нас кормит, моет И как правило, как чаще всего это происходит Это мама Но мир достаточно активен Да, социализироваться приходится рано И быстро сегодня молодым мамам Чтобы вставать на ноги Бежать быстро на работу Бывает, что дети, конечно, лишены И вот это вот первый момент Который вот так вот срабатывает, как щелчок И ребёнок чувствует себя кинутым, брошитым Да, и вот начинают появляться Вот такие вот неприятные моменты Про которые мы даже не думаем Скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то система Которая описывает, что тебе говорит Та или иная болезнь Вот, предположим, у меня насморк Давно Это почему? Это про что, да? Ну, вообще, конечно, существуют уже справочники по психосоматике То есть, прям-таки, серьёзные талмуды Потому что это направление, которое изучается И исследуется И сегодня о нём пишут, говорят И проводят различные, да Семинары, лебинары То есть, ты действительно можешь в эту глубоко Тема, тема Я об этом справочнике узнала года два назад И подумала Да что за ерунда Если насморк, значит, ты простудился Я не права, да? Нет, не всегда Но простудился, это тоже один из факторов, конечно Да, от этого мы тоже не будем открещиваться Ни в коем случае Но простужаются, согласитесь Все в течение дня То есть, в одном температурном режиме живём А заболевают всё-таки там, да Не все Не все И кому-то удается поправиться, да В итоге вылечиться А у некоторых это продолжается и продолжается Здесь, как раз, уже нужно задуматься Есть ли в этом психосоматика Вот, смотрите, Света сейчас задала этот вопрос, да Может быть, вот свои самые любимые темы, да Озвучь вас хотя бы, чтобы люди, которые сейчас нас слушают Ну давайте про меня, то вы отвините Вот у меня насморк, это что значит Хорошо Ну, вообще, тема, имеющая отношение с простудным заболеванием, да Это очень сложный комплекс, которым нужно подойти основательно И поизучать вообще, что с вами происходит То есть, что у нас относится к заболеванию, да Вот в верхней части тела, условно говоря, голова, уши, нос, горло Да, мы сейчас затронем и насморк тоже Иммунная система сложный комплекс И она включается в борьбу, на самом деле, с вирусами сразу Как только что-то произошло, стресс какой-то включился И у кого-то есть ресурс с этим справиться А у кого-то нет, и человек заболевает Ресурс есть у того, кто регулярно питается Кто везет здоровый образ жизни Кто высыпается Кто отдыхает Да, кто отдыхает, кто любит себя У них есть еще ресурс А вот если ты, например, на работе Как бы, да, себя используешь по полной программе, да И потом у тебя еще есть много-много задач, которые ты так же честно отрабатываешь То ты свои ресурсы расходуешь Понимаешь, да И расходуются они очень быстро Я сейчас перечислю, Свет, для вас, да Некоторые моменты, которые являются сигнальчиками Может быть, в чем-то услышите себя и найдете ответ на свой вопрос Потому что, на самом деле, причин несколько Я их сейчас просто перечислю Отсутствие в жизни радости Возможно, даже какие-то переживания горечи, безнадежности Уныния Пропадает вкус жизни Люди перестают чувствовать краски жизни Поэтому происходят вот эти островирусные заболевания Грипп Насморк Насморк, да, в том числе Сложная ситуация Не находит долго решения И не компенсируется чувством победителя При решении трудной задачи То есть очень много вложила, да Ждешь, что какая-то отдача будет А отдачи все нет и нет, да И вот это опять тоже на уровне психосоматики Следующим моментом, конечно, могут быть это раздражение, злость и досада Любая инфекция И не только на себя Да, конечно, мы говорим не только про себя Мы говорим вообще про социум Потому что мы взаимодействуем с этим миром Вот, любая инфекция указывает на разлад Который происходит внутри личности Происходит ослабевание, да Сопротивляемость у организма ухудшается И сюда накладывается инфекция Которая связана с нарушением вот этого душевного равновесия Следующий момент, да Мы с Надей уже проговорила Это, конечно, не любовь к себе Сюда относятся вот как раз эти факторы Что нужно, да, заботиться о питании, о режиме сна О приеме, там, чистой воды То есть, как правило, мы в течение дня функционируем И что делаем? Пьем чай и кофе И кушаем еду, а не пьем воду И очень интересно Причем воду надо не кипяченую пить Да, воду пьют проточную Причем, когда организм заболевает Если норма суточная 30 миллиграмм на килограмм веса Это норма здорового человека Это норма всех здоровых даже, ну, деток Когда мы заболеваем Норма увеличивается То есть, 40 миллиграмм на килограмм То есть, усиливаем, увеличиваем эту дозировку Считается, что маленьким деткам Ну, говорят, пока мама на грудном скармливании держит Говорят, что вроде бы можно обходиться без воды Но при одном единственном условии Если мама соблюдает водный баланс То есть, если он у мамы в норме То малышу можно не включать чистую воду И, например, когда бабушки начинают говорить Да, о том, что ребенок совсем не пьет воду Он ее не будет пить, если вы ее не пьете Если у вас нет культуры употребления жидкости в семье Если вы живете только на морсах, на соках Там на Кока-Коле, не дай бог, сегодня И ваши дети, и вы не пьете чистой воды То не будет этого Очень приучите воду Да, пейте воду Воду пить обязательно Света, я еще хочу сказать Сейчас Олеся все это верно сказала Вера, ты понимаешь, да тоже Вот смотри, еще какой момент Тут тоже надо всегда смотреть Варианты бывают такие Вот это сейчас ты взрослый человек Ты говоришь, у меня насморк И мы пытаемся найти там, да Ну, объяснения какие-то, да С точки зрения там физиологии, психологии И всего остального, да Но очень часто бывает, например, этот же насморк Это тема разрастания, например, аденоидов в ткани Лимфатических тканей Там, например, в носу, да Аденоиды разрастаются И в горле это вот как раз гланды, да Так вот это, если, например, это у тебя в детском возрасте было, да То это уже вопросы, скорее всего, к маме Потому что лимфатическая ткань Это тема защиты, да Это когда у мамы Вот у меня просто в практике был такой опыт Когда привели ребенка, девочку И мама говорит Первые ее слова были сказаны Вы знаете, она у меня тяжело родилась Потом была реанимация И первые 7 лет я жила в постоянном страхе за жизнь своей дочки И дочка уже вот к этим 7 годам У нее уже последняя стадия вот разрастания этой лимфоидной ткани Так вот это не болезнь дочки была Это были страхи матери, да И вот девочку не прооперировали, да А работали в личной терапии Личная терапия с мамой И когда мама поняла, что вот она постоянно транслирует дочке Вот это состояние Мир опасен Там, да Нужно себя беречь Очень кругом много инфекций Еще чего-то, да Девочка что делает? У нее на уровне психосоматики Все, она наоборот Она защищается Лимфоидная ткань разрастается Все же опасно Кругом опасно Надо как можно сильнее защитить себя Понимаешь, да И в итоге получается, что Можно иногда, работая с мамой Да, помочь Даже не иногда Практически всегда Практически всегда Помочь, например, ребенку справиться с тем или иным заболеванием Дошкольного периода А про нас ворота Я все-таки хочу закончить Это получается Почему именно нос у тебя страдает? Потому что ты тоже вот закрываешься И получается вдох Ты пускаешь мир в себя То есть тут ты закрываешься Да, вдох, выдох Да, это как раз тема такая Что я не разрешаю себе жить полной жизнью Да, я всегда себя постоянно в каких-то моментах В чем-то ограничиваю Да, я не могу свободно наслаждаться Дышать Дышать Да, я не могу себе это разрешить Так вот надо разрешить Понимаешь, да Может быть, посмотреть Может, там тоже действительно одноиды Может быть, там тема страхов Да И уже страхов уже не маминых Потому что тебе уже столько лет А твоих личных Понимаешь, да Какие-то социальные убеждения Какие-то твои взгляды И они могут быть Это помогает как раз разобраться Во-первых, с собой Да И на ту ситуацию Которая происходит в своей жизни Посмотреть немножко по другим наклонам Ну, это же процесс самоанализа Самоисследования Да, поэтому это всегда Призыв к тому, что Давайте мы с этим Уже начнем взаимодействовать Когда все-таки происходит Какое-то ситуацию Я уверена, что не у всех У наших слушателей насморк И, наверное, что-то другое болит тоже Поэтому давайте вот к этой системе Да, вот смотрите Дело в том, что мы уже разобрали ОРЗ Да, вот у нас там дальше было по плану Вот просто, может быть Буквально несколькими предложениями Олеся, можешь рассказать Например, есть ли у человека Там заболевание Сердечно-сосудистой системы То это о чем может быть Или там, я не знаю Какие-то вот такие Из справочников Да, моменты Можно Хотя просто намеками Да, нашим слушателям Дать понять, что Что происходит Да, что происходит Ну, тогда немножечко Да, в таких, получается В режиме справочных Да, записи Ну, например, онкология Ну, онкология вообще Принято говорить, что это О подавленных обидах Да Очень часто бывает такое Что, да Спустя три Несколько лет Да Как правило После стрессовой ситуации Да, происходит Вот Рецидив И люди понимают Что Да, я к этому Развернулся уже Сегодня лицом И Приходится тут Работать со многими Состояниями Да, как у человека Который сам Оказывается в этой Ситуации И, естественно У его родственников И тут включаются Конечно, моменты И гореваний Да И переживаний И страх смерти То есть экзистанциональные Кризисы То есть Тут идет серьезная Переоценка вообще Личности Смысла жизни Да Его Его вообще Мировоззрения То есть Все происходит Вот Но, как правило В основе лежит Все равно какая-то Вот обида У кого-то подростковая У кого-то детская У кого-то там Да Но спровоцировала После разводов Да После разводов Да После каких-то травм Спровоцировала Все равно ситуация Которая произошла В недавнем прошлом То есть Вот есть А была ситуация В недавнем прошлом Но у недавнего Прошлого В любом случае Есть корешки Туда Все мы родом Из детства Где-то обижались Где-то недосказывали Где-то какая-то Незавершенная любовь Тут что тоже бывает Да С серьезным Травматическим Опытом В нашей жизни И кроме как В кабинете У психотерапевта Вы нигде Об этом не расскажете Да Вы не можете Об этом Иногда даже не вспомните Вы не можете Об этом рассказать Подружке Маме Ну потому что вам Ну вас туда Они не приведут Вам не зададут Этих вопросов И тут же Когда вопрос Ответ Начинается В процессе Консультирования Что происходит В бессознательном Начинают вспоминаться Картинки Начинает говорить Ваше тело О напряжении О страхе О переживаниях То есть клиенты Начинают ерзать Дергаться Там да Какие-то вот вещи То есть Прислушиваться к себе Например ты чувствуешь Что у тебя Очень сильно Там например Тяжесть в области плеч Там да Или например Наоборот очень сильно Напряжены ноги Да И вот каждый Вот этот сигнал Каждое вот это состояние Если например Психолог это видит Да Он занимается Телесно-ориентированной психологией Да То для него Это определенный момент Материал да Для работы в дальнейшем Ну вот например У меня болит поясница Меня уже обследовали Все у меня там хорошо Попочки здоровые Да Вообще все хорошо Протрозии тоже нету Да В позвоночнике А поясница Тем не менее болит Да Ну это получается У нас в любом случае Да Поясница Это опорно-двигательная система Так как это спина Это какие-то события Из вашего прошлого Да Спина все-таки Больше право-лево Да Я повторяюсь уже Наверное Что все-таки Право Это отношение С противоположным полом В отношении С папой С мужчиной То есть нужно тут смотреть Где Как болит Что болит То есть у нас же тут Еще есть и почки Да И перекликается Все равно И на брюшную полость Сюда То есть это все Настолько индивидуальный процесс Что говорить о чем-то конкретном Тут очень сложно Вот сейчас В данный момент В данный момент Если ты захочешь В этом разобраться То с этим легко справиться Потому что сейчас Ну на самом деле Это всегда болезненно Идти в личный процесс Особенно в открытую То есть Мы сейчас говорим Про личную терапию Да Это трудно собой Безусловно Потому что Как ни крути Но тут ты понимаешь Что про меня Тут ты понимаешь Что про меня И в любом случае Уже об этом не хочешь Чтобы все знали То есть Либо это группа Которая работает Да С темами там Болезней То есть Ну если берем Например Наркологические центры Онкологические центры Центры дематологии Сейчас есть такое понятие Как например Группа собирается людей Групповая терапия Именно по психосоматике Даже И люди видят Что они не одни С этой задачей Которую нужно решить И они вместе Справляются с этим И они работают Уже в едином режиме В одном интенсиве У нас осталось Наверное Совсем немного времени Да Четыре А тема такая интересная Олеся Можно ли еще Немножко про фобии Да То есть смотри Вот у кого-то Бывается Например Кто-то боится Пауков Кто-то боится Большого количества Народа Или наоборот Очень такого Замкнутого помещения Одиночества боишься Да Но вообще Испытывать страх Это нормально Это базовая Эмоциональная Составляющая Каждой личности И если мы Не испытываем страха У нас Не появляется Гормон адреналина Мы не можем Функционировать дальше Но происходит Какая ситуация При выработке Гормона Происходит Сужение сосуда И что происходит Органу не хватает Питания Питания Просто-напросто И человек говорит Ой, у меня кольнуло В боку И сразу он что делает Прикладывает руку На бок И начинает Акцентировать На это место И долгий выдох И долгий выдох Тем самым происходит Ослабевание Этого спазма Происходит Облегчение И в общем-то То есть мы сами Себя можем полечить Мы сами себя можем Полечить Поэтому очень важно Прислушиваться И понимать Где чего кольнуло Где о чем Вы подумали И вот здесь Как раз У меня была такая история Правда Это было совсем Это было очень давно Еще на первом курсе Медицинского И когда Мне казалось Что мне не хватает воздуха Я потеряла сознание Мне такое состояние было Что все там Как-то плывут куда-то Там еще что-то А все говорят Как будто все громче Громче Ко мне подходит Преподаватель И говорит Надя Вы меня слышите Я говорю Да, слышу И думаю Сейчас мне должны Нашатыр дать Ну как-то мне прийти в себя Она такая Мне говорит Ну что Испереживалась совсем Быстро одевайся И иди Подыши свежим воздухом И вот Это Это состояние было Почему мне не оказали Медицинскую помощь Почему мне не дали Нашатырь Почему меня быстренько Собрали и Отправили туда А потом я Спрашивала Этого преподавателя Она говорит Я смотрю Вот тебе надо просто Покинуть помещение Твой организм просто сказал Тут так много Тут так всех шумно Тут так душно Что мне надо просто Собраться и уйти Она говорит Я тебе просто помогла Собраться и уйти Это была Как раз одна история Когда я поняла Что наш организм Он всегда И когда мы его слышим Когда мы понимаем О чем он говорит И мы не всегда Это видим А со стороны Это вот почему Можно обратиться К специалисту Потому что Со стороны это виднее Ты иногда приходишь И говоришь Вот у меня вот это 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 И как только ты еще Произносишь Что у тебя там Да Уже человеку Который в этой теме Он понимает Что иногда Не всегда нужно Принимать лекарства Иногда нужно просто Одеться и выйти На свежий воздух И проговаривать Важно Я даже с вами Сижу здесь в эфире О чем-то с вами говорю Мне его уже Как-то полегче Я хочу про страх Сказать Одну очень важную вещь На самом деле В социуме Не принято Вообще Показывать страх И как правило Говорят Не бойся Не надо драться Надо вести себя Вежливо Престойно Надо соответствовать Ожиданиям И вот Нет никакого Никакой возможности Сбежать Все вот это Как вот мне Одеться и выйти Да-да-да На самом деле Но это очень важно Прислушиваться к себе Хорошо И наверное Буквально Несколько рекомендаций Таких практических Да Каким образом Не уйти в психосоматику Ну Первое О чем хочется сказать Да Это о том Что нужно заботиться О своем физическом здоровье Это Обязательный режим питания Обязательный режим питья Обязательный режим сна И отдыха Нужно давать организму Восстанавливаться Чтобы не было перегруза Это первый момент Второй момент Конечно Это должна быть Осведомленность О том Какие Эмоции Какие чувства Вообще есть В нашей жизни И как они проявляются И что ты имеешь право Проявлять эти эмоции Что ты имеешь право Вообще эти эмоции Выражать То есть например Испытывать раздражение Гнев Гнев Проживать детскую радость Несмотря на то Что тебе может быть Уже далеко Там За 50 Но ты имеешь право Радоваться Любить Испытывать счастье И получать Вот эти вот гормоны Это вообще радости От жизни То есть Это же все равно Неотъемлемая часть Нашей жизни Вот Потом хочется сказать О том Что Обязательно нужно Выражать Учить деток Выражать эти эмоции А не говорить о том Что вот ребенок упал И сказать Ой какой ты бедненький Несчастненький Ну вот иди Я тебе приглажив Нужно сказать Что я вижу Что тебе больно Да Но Давай я тебе помогу Давай я тебе помогу Что можно с этим сделать Кого-то надо погладить Кого-то помазать А кому-то просто достаточно Подуть Стряхнуть грязь И у ребенка Уже все в порядке Но ребенок В следующий раз Уже пришел И сказал Мама Мне больно Это о теме же Опять же Личных границ О простройке Нашего внутреннего стержня То есть Это все очень важно Научиться самим Правильно Называть эти эмоции Да Их не так-то и много И разрешать их себе чувствовать Да И разрешать их себе чувствовать Ну что Спасибо вам большое Сегодня у нас получилась Такая программа Интересная на мой взгляд Света улыбается Очень интересная Правда Полезная Надеюсь Не только для меня Вот и отлично Сегодня в студии В программе Практической психологии Принимали участие Журналист Светлана Удельна Света Спасибо вам Вам спасибо А также практикующий психолог Олеся Чучалова Спасибо Олеся Очень было много интересного Желаем вам крепкого здоровья Счастья и удачи Всего доброго До свидания